В эти дни Россия отмечает одну из важнейших дат советской истории – 70-летие полного снятия блокады Ленинграда. Торжества проходят не только в Санкт-Петербурге, но и во многих уголках страны. В селе Ишаки Чебоксарского района этот день тоже особый. 71 год назад, правда не зимой, а летом, возле этого дома остановились подводы, на которых приехали 100 детей и несколько взрослых. Именно в тот момент для них закончилась война. Они впервые услышали тишину, увидели звезды и почувствовали запах почти настоящего хлеба, вспоминает Людмила Ивановна Дороненко, бывшая воспитанница детдома для детей-блокадников. Моя кровать стояла вот здесь, самая крайняя. А здесь было окошко на лесу, нет еще у нас. Так что я вот, кому надо, чего скучали, выходи. На этих стендах фото-летопись детдома. Вот они только что приехали, познакомились с местными жителями. Вот уже обжились, почувствовали тепло, заботу и любовь. Очень много, конечно, нам помогли и жители, и наши школьники. Они там приносили в школу, кто там кусок пирога, кусочек хлеба. Ничего. Подкорбливали. Первое время было, конечно, очень трудно. Очень трудно. Там все еще не налажено. Все это было еще как-то в саде самого начала. Вот. Нет толком ни одежки, ничего. Вот первую зиму мы ходили в Шанхае, мы их называли. На деревянную такую подошву, деревянную подошву, и вот так вот два крестика каких-то коженаменителей какого-то, не знаю. Вот это мы ходили. До 44-го года все ходили в этих штучках. Сегодняшние школьники слушают, раскрыв рты. Им сложно понять, как у их сверстников хватило силы мужества, пережить голод, бомбежки, разлуку с близкими, сиротство. Но знать об этом необходимо. Человечество, общество еще не придумало такого мерила, то есть такого прибора, такого средства измерения, которым можно было бы измерить все вот это мужество, все эти страдания человеческие, которые перенесли, перенес народ в целом, и тем более перенесли дети во время войны. Музей села Ишаки стоит заглянуть каждому. В Чебоксарском районе о детском доме, конечно, знают, а вот жителям других муниципалитетов подробности вряд ли известны. Между тем, здесь собран богатейший материал и про блокадных ребятишек, и про их деревенских друзей, и про приемных родителей, и про удивительную историю любви директора детского дома Илюсе Дороненко. В старой школе разместился настоящий мемориал. Словно сама память спускается по скрипучим ступеням, дышит на замерзшее окно, гладит стволы берез, посаженных ленинградцами, и говорит «Знаете, и такое было». Елена Гальперина, Андрей Спиридонов, Республика.